Всем привет, меня зовут Рафель, вы на канале Слёд Сатоши и сегодня мы поговорим про, возможно, новый фундамент Мина Протокол. В этом обзоре техническую сторону глубоко анализировать не будем, поговорим вкратце, в течение пяти минут. Попробуем расставить наши приоритеты, соответствует ли Мина Протокол моим каким-то требованиям к потенциально новой монете, которую я бы хотел купить в свой портфель. Давайте быстренько разберем. Итак, Мина Протокол в прошлом, это Сода Протокол, сейчас он переименован в Мина Протокол и отличается от всех остальных тем, что блокчейн этого проекта будет весить всегда 22 килобайта, то есть очень-очень маленький объем, соответственно он будет быстрым и так далее. Основной принцип какой? Сжатие такое до 22 килобайт, оно возможно за счет использования технологии СНЕРК. Когда вы, грубо говоря, когда хотите подтвердить какую-то свою транзакцию в сети, вы берете последний снимок блокчейна, Мина Протокол и делаете новый снимок. Таким образом блокчейн может храниться на телефоне. Эту технологию мы подробно разберем и такая технология используя предположим Zcash, но здесь сделано гораздо все в более сжатом, быстром виде. В этот проект уже поверило несколько инвесторов, еще раньше крупных, таких как Polychain Capital и Electric Capital, о котором мы с вами недавно говорили. Это компания, которая подготовила отчет фундаментальных блокчейнов, недавно мы с вами его разбирали, и они также инвестировали в этот проект. В этой команде работает очень много математиков, которые закончили Стэнфорд, Оксфорд, калифорнийские университеты, работали в Goldman Sachs, в Facebook, Mozilla, Pinterest. Да, это такая социальная сеть с фотографиями и так далее. То есть здесь в этой компании работают действительно опытные ребята. И что они сделали? То есть они рассказали о своей идее некогда, назвали ее Soda Protocol, провели на CoinList, я так понимаю, TokenSale, информация детальная о котором пока неизвестна, но на всех прямых эфирах мы будем разбирать. И сейчас они переименовались в Мина Протокол. На сайте ICODrog заявляется о том, что вроде как должен быть TokenSale скоро и сборы будут 15 миллионов долларов. Возможно, именно на CoinList повторно будет проведен TokenSale, в котором мы сможем поучаствовать. Скорее всего, он будет ровно по той же схеме. На каждого участника не больше 1000 долларов можно направить аналогию с блокчейном Flow. И я подозреваю, что этот проект также обретет хайп. Возможно, не такой, как Flow, но в какой-то степени достаточно высокий. Давайте попробуем разобраться, соответствует ли данный проект и идея требованиям, которые мы обычно выставляем при участии в том или ином TokenSale. Рассмотрим Twitter. 22 тысячи подписчиков среди читателей. За этим проектом следят такие ребята, как основатель NIR Protocol, сам NIR Protocol, Anker, Silo, Nervous, The Graph. То есть известны нам крупные блокчейны Solana, Matic, Quantstamp, компания, которая аудирует смарт-контракты Ren Protocol, CoinList, Kiberswap, Fabi. Это вице-президент Paris Technology, создатели Polkadot, представители бирж, Патрик О'Грэди, это инженер Coinbase. И много-много кто еще. Вот есть такой товарищ, как Фред Эхерсон, он сейчас основатель Paradigm, в прошлом сооснователь Coinbase. За этим проектом следят достаточно влиятельные участники рынка и компании. На что еще мы делаем акцент? Может быть, может ли быть Mino Protocol на бирже Coinbase? И в первую очередь мы проверяем наличие ее в альянсе таком Rosetta стандарте Coinbase. И здесь представлена Soda в этом списке. Один из первых партнеров, который помогал разрабатывать этот стандарт Soda в прошлом. Soda, а ныне Mino Protocol. И давайте заглянем в комьюнити Rosetta и попробуем найти по запросу Mino, работали ли они над этим. И действительно есть документы, где они здесь публикуют различные обновления. Вроде как разрабатывали свои документы, свою часть кода для того, чтобы соответствовать Rosetta. Чтобы в этом убедиться, давайте перейдем на GitHub Mino Protocol и попробуем найти папочку Rosetta. Есть ли она здесь? И действительно заходить в них не будем. Видно, что 3 сентября 2020 года они закончили работать над тем, чтобы подготовить документы и программные части для того, чтобы соответствовать этому стандарту. Я бы на этом хотел с вами завершить обзор Mino Protocol. Я его выделяю как потенциально фундаментальный. Пока рано говорить о том, стоит ли его брать. Нам очень важно разобраться, по какой цене я покупал Private Sale. Какая цена будет возможна на Public Sale, если такой токен сейл будет проводиться. Я уверен, эта монетка появится на крупных биржах и скорее всего на бирже Coinbase. Поэтому в прямых эфирах мы будем подробно разбирать различные события, связанные с этим проектом. И точно не пропустим возможный токен сейл. Всем на связи, друзья. Напишите в комментариях, возможно, ваши какие-то наблюдения и знания об этом проекте. Будем в прямых эфирах разбирать. Удачи на связи. Пока.